здрасте дорогие друзья приветствую вас вновь из санкт-петербурга сегодня отправляемся на экскурсию в карелию экскурсия на целый день покупала ее на трипстере ссылочку на бронирование оставлю в описании если вас заинтересует данная экскурсия проходит она целый день в мини-группе на микроавтобусе в общем будет очень много передвижений будет много интересных локаций и в том числе катания на ретро поезде оставайтесь с нами впереди будет много всего интересного передвигаться мы будем вот на таких вот минивэнах уже люди начинают грузиться два минивэна в нашем пока только трое человек ждем пока подойдет остальные участники группы республика карелия уникальны по своей природе культуре и истории регион россии который имеет самую протяженную границу с европейским союзом на западе карелия граничит с финляндией на северо-востоке омывается белым морем спустя почти два с половиной часа в дороге у нас первая остановка надо заправку магазин и туалет по пути гид рассказывает нам интересную информацию карелию про историю про те места в которые мы поедем так что знакомит нас с историей местного региона карелия славится красивой разнообразной природой это экологически чистый край покрытых войными лесами озерами реками и скалами более 25 процентов территории занимает водная поверхность в республике насчитывается около 27 тысяч рек и около 60 тысяч озер в том числе крупнейшие озера европы ладожская и онежская такого соотношения суши и водной поверхности нет больше нигде в россии и вот спустя чуть больше четырех часов мы оказались чудном городке сортовала сейчас зайдем перекосить в ресторан ярли кала отбедаем местную кухню мы зашли вот такое уютное заведение здесь помимо еды можно купить сувенирную продукцию с собой на память и рыбную продукцию но мы только в начале пути ничего такого конечно покупать не будем сейчас перекусим здесь продаются те самые калитки с различной начинкой которые так популярны в карелии заказала не себе национальную финскую уху на сливках также взяла калитку с морошкой где еще как не здесь я ее попробую и глинтвейн данный обед обошелся мне 850 рублей алё взяла форель под грибным соусом калитку тоже с чем-то ягодным с брусникой и глинтвейн у нее 800 рублей на берегу ладожского озера рядом с прекрасным заливом для пиарви находится небольшой городок сортовала сейчас здесь живут около 18 тысяч человек однако вовсе не количество жителей делает сортовала местом практически обязательным для посещения каждого туриста прибывшего в карелию дело в том что сортовала древнейший город в республике получивший соответствующий статус по приказу шведского короля густава адольфа второго в 1646 году как сказал нам гид если не хочется заходить в кафе можно покушать те самые знаменитые калитки именно купив их вот в таких вот ларьках местного хлебзавода тут они кстати будут и гораздо дешевле чем в кафе интересно что ученые исследователи так и не смогли выяснить происхождение слова сортовала есть несколько разных теорий и одна из них довольно остроумная хотя и не подтвержденная связана как раз географии города дело в том что сортовал рассекает на две части залив в аккалахте а финское слово рассекающие звучит как сортова городке более 90 зданий исторического значения многие из этих построек возводились под руководством архитекторов с мировым именем сортовала не зря называют заповедником финской архитектуры это единственный город в карелии где в таком объеме еще сохранились историческая застройка именно поэтому в 1990 году его включили в перечень исторических городов россии нас привезли на следующую локацию это русские альские водопады сейчас прогуляемся по территории поснимают для вас стоимость прохода в парк 400 рублей с человека есть также льготные категории граждан детям до семи лет бесплатно детский билет 300 рублей и также есть скидки для пенсионеров инвалидов участников военных действий на пути нам встречаются вот такие смотровые площадки где можно сделать красивые фотографии интересные такие мостики вокруг как вы видите еще лежит снег кругом хвой пахнет очень свежий воздух над водопадом вот такие подвесные мосты сказали не больше пяти человек по ним проходить такой мощный поток русские альские водопады находятся в сартовальском районе республики карелия недалеко от поселка русские ала чаще всего туристы посещают водопад по пути горному парку русские ала так что и вы если соберетесь посетить знаменитый мраморный каньон не забудьте заглянуть в гости к ах венковске от горного парка до водопада всего четыре с половиной километра названием водопада финское слово обозначающая окуневый порог или по другой версии пороги водяного ах венковский самый большой водопад из каскада четырех равнинных водопадов которые все вместе называются русские альскими водопадами из-за близости этого места к поселку и горному парку русские ала особая энергетика и красота этого места в свое время привлекали сюда не только туристов здесь на реке тахмань оке рядом с водопадом ах венковске в 1972 году происходили съемки нескольких сцен легендарного советского кинофильма азоре здесь тихий на данной локации также есть сувенирная лавка где вы можете себе купить что-нибудь памятное об этом месте мы приехали в горный парк русские ала сейчас нам гид раздаст наши билеты и и пойдем поснимаем все для вас снимаю расценочки для вас вход в парк взрослые 600 студенты 400 школьники 350 лица старше 60 лет 400 нам просканировали на охране наши входные билеты у нас взрослые за 600 рублей одно из самых ярких и удивительных мест карелии горный парк русские ала уникальный памятник природы и истории горного тела главной точкой притяжения горного парка является мраморный каньон старинный каменный карьер который разрабатывался почти три века теперь оборудован для туристов интересующихся историческим наследием и невероятно живописными видами сейчас посмотрим если работает зиплайн может даже прокатимся да вроде девочки я погнала да уху ребята это было волшебно советую всем даже если боитесь не успейте понять так быстро пролетело время хотелось бы конечно чтобы этот полет длился намного дольше парке организованы вот такие симпатичные прогулочные дорожки перила по обеим сторонам двух уровней чтобы и деткам и взрослым было удобно держаться прогуливаясь вдоль этих красот на территории парка есть фото зоны для памятных фотографий есть различные кафе детская площадка и также сувенирные лавки где вы можете приобрести памятные подарки для себя и своих близких также в данном парке есть дайвинг центр я думаю он работает в более теплое время можно погрузиться с аквалангом на дно каньона прогуляемся еще по одной тропе и уже пойдем к ретро поезду река так мои руки та самая которую мы наблюдали в водопаде с правой стороны очередное озеро я посоветовала вам наверное в более теплое время отправиться в эту экскурсию чтобы полюбоваться уже водами этих водоемов не скованных льдом надеюсь когда вы приедете на эту экскурсию с погодкой вам повезет больше чем нам сегодня пасмурно моросит даже местами дождик дошли еще до одной локации указаны на карте парка здесь можно сделать красивые фотографии на фоне вот такого природного среза камня а мы уже подошли на станцию ждет наш гид не уже через 10 минут будем грузиться наш шестой вагон будет самый последний сейчас прогуляемся с вами до начала поезда посмотрим сам параос в данном составе два вагона ресторана это 3 и 30 вагоны если будет возможность прогуляемся по составу и поснимаю для вас ну вот мы и дошли до начала поезда до паровоза парит пыхтит готовится нас вести дни не путешествие поезда я люблю так вам для информации если интересно в студенческие годы я даже работала проводником в студенческом отряде в летний период так что это еще одна из моих профессий вот такой вот сидящий купе на 6 пассажиров с такими кожаными сидениями с подсветкой красивые шторы на окне такой вот столик с картой и такая оригинальная лампа в ретро стиле играет если вы слышите музыка также есть картинки черно-белые есть плечики где вы можете разместить свою одежду и зеркало чтобы привести себя в порядок русский альский экспресс это регулярный пассажирский ретро поезд курсирующий ежедневно на паровозной тяге поезд состоит из пяти вагонов включая вагон ресторан в первый рейс поезд отправился 1 июня 2019 года за нашу часовую поездку на ретро поезде мы успели насладиться пейзажами из окна нашего купе прогуляться по составу и даже перекусить в ресторане снимаю для вас примерные цены есть горячие блюда к примеру юля кебаб из курицы с картофелем за 490 есть сырная тарелка 750 рублей сосиска в тесте 180 чизкейк 250 крем-суп 490 есть также барная карта крепкий алкоголь белое игристое красное вино пиво если такое вино в индивидуальных маленьких бутылочках вы можете как в вагоне ресторане выпить так можно и с собой наверно да в своих к сожалению купе нельзя в данном поезде с купе с собой алкоголь приносить нельзя все что приобретаете кушать только здесь также есть снэки морсы пиво что ты ешь пирожок пирожок с рыбой пирожок с рыбой вкусно и и Субтитры создавал DimaTorzok Мы приехали на станцию Сартовала Центральная И здесь уже нас ждет наш микроавтобус, который повезет нас обратно в город Ну что, на данной холодной дождливой ноте мы заканчиваем нашу экскурсию Отправляемся в Санкт-Петербург Экскурсия нам понравилась, мы ее рекомендуем Очень интересно, познавательно Единственное, надо, наверное, было выбрать более теплый сезон Хотя некоторые ездят на данную экскурсию даже зимой Работает она круглогодично Надеюсь, информация была для вас полезна И спасибо за просмотр До скорых встреч